Сабанас Хайролсон, Сайгда Сириджляр. Доброе утро, уважаемые телезрители. Что необходимо сделать, чтобы осуществить свою мечту? Насколько важно родителям прислушиваться к мечтам своих детей, чтобы в суматохе взрослой жизни не потерять исполнение детской мечты? Сегодня у нас в гостях очаровательная Алена Жуня, тренер по акробатике и воздушной гимнастике. Она же мама молодого человека Жан, Жуня, Анжела. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Очень рада приветствовать вас в нашей студии сегодняшним добрым утром. Уважаемые телезрители, хочу напомнить, что с Аленой Жуня мы уже знакомы. Она воспитывает наших прекрасных девочек акробатическим навыком, пластикой. А вот с Анжелой мы познакомимся поближе. Анжела, расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям о себе. Где ты учишься? В каком лицее? В каком классе? Чем ты увлекаешься? Пожалуйста. Ну, я учусь в лицее. Мне уже девять. Я учусь в третьем классе. Тебе девять лет? Да. В школе лицейка я держу. Замечательно. Ты занимаешься спортом? Какими видами спорта? Ну, футбол, дзюдо. Футбол и дзюдо? Да. То есть параллельно занимаешься и футболом, и дзюдо. Каким образом ты совмещаешь тренировки? Ну, иногда, вот, например, завтра будет футбол, а послезавтра будет дзюдо. А чем тебе больше нравится заниматься? Ну, футбол. Я уже пять лет играю, а вот на дзюдо уже три года. Пять лет ты занимаешься футболом? С четырех лет. С четырех лет? Да. Ничего себе. Здорово. Кто тебя в четыре года привел на футбольное поле, или это был твой выбор? Ну, мой выбор был, и папа говорил, о, давай, пойдем. Мы сначала пошли в Молдову. Ну, не в Молдову, мы сначала тренировались с папой, учились все. Пасоваться, бить. Потом я чуть-чуть был хорошей. Да. Потом мы начали уже переходить в клуб. Мы пошли в спорт, тренировались три года. Потом мы перешли в другой клуб, в Тауру. У нас сейчас новый клуб, все есть, все всегда есть. Кто твой тренер в Тауру? Мой тренер Николай Николаевич. Саревога. Саревога, да? Да. Замечательно. Ну, у нас есть некоторые моменты тренировок, и мы сейчас можем вместе посмотреть, чтобы телезрители, на самом деле, поняли, что у нас сидит юный футболист, увлеченный очень спортом. Давайте внимание на экран, посмотрим и продолжим программу. Поехали. Да, Ваня, я иду! Да, Ваня, я иду! Да, Ваня, я иду! Да, Ваня, я иду! супер-супер анжела у каждого футболиста есть определенные жесты победные вот я вижу ты вот несколько раз во время тренировок что означает этот жест что это что все нормально тихо я забил гол супер ты довольно да алена как успевает ребенок и 9 лет заниматься очень увлеченно и двумя видами спорта и дзюдо и футболом как успеваете вы как родители ну стараемся успеваем анжела просто очень активный ребенок в принципе все дети очень активные но он наверное гипер поэтому естественно ему его активность позволяет заниматься двумя видами спорта спорта стараемся успеваем то есть это был наш осознанный выбор то есть мы знали что футбол требует тренировок требует дисциплины и мы знали как родители куда мы идем он знал как ребенок поэтому стараемся не пропускать то есть постоянно быть там иногда школу пропускаем потому что нужно быть на футболе то есть у нас к сожалению может быть для школ у нас футбол на первом месте спорт на данность да ну я слышала тренер его хвалил и я слышала именитые спортсмены наши футболисты говорят что у анжела хорошая такая хорошая подготовка хорошие навыки то есть анжела спортсмен с таким хорошим будущим ну анжела настроен как и какие успехи в дзюдо у него также большие успехи в прошлом году анжела занял призовое место он стал чемпионом гагаузи занимается уже три года ему также очень нравится у него очень получается работаем то есть мы определились футбол это наше первое это то что у нас будет всегда и постоянно деду мы будем совмещать то есть ребенка получается ему нравится почему бы и нет это кстати во многом помогает и футболе дисциплинирует да анжела ну делись кто твой самый-самый такой кумир в футболе кто мне нравится двое как а вот рональдо на первом и мбп на первом еще не могу определиться кто водит то больше да мне нравится двое они хорошо играют вот у и мбп и самое лучшее что он очень быстрее всех бегать а рональдо больше всех забил голов то есть у тебя два кумира и тебе нравится как один забивает гол до другие другой есть если чему стремиться есть у кого забирать определенные навыки да а у рональдо есть определенные жесты вот такие как у тебя вот такие вот как ты показал там особенный какой-то жест а у него какой ты запомнил у рональдо какой да 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 а у него бежит бежит прыгает и радуется так так свои эмоции проявлять да ну замечательно и но не будем томить телезрителей хочу сказать что сегодня у нас находится тот ребенок этот мальчик который прорвался несмотря ни на какие препятствия барьеры преграды и добрался до своей мечты встретился со своим кумиром я бы хотел чтобы вы рассказали как это получилось как какая-то была спланированная схема или как как это получилось нужно на самом деле об этом мечтают многие и взрослые и дети конечно день когда мы узнали что приедет манчестер и на это это в молдову я написала сообщение родным знакомым европу узнать точно ли там будет рональдо потому что многие говорили что он не приедет и в момент когда сказали что он точно будет все мы начали искать билеты но к сожалению это было что-то невозможно на области фантастики это невозможно было купить я не знаю чудом не удалось один билет купить онлайн и и все то есть больше билетов не было у кого бы я не спрашивала и у людей даже которых была возможность помочь то есть нет билетов нет то есть все ну естественно когда я поняла что один билет и в любом случае либо я смогу попасть либо может быть ребенок один но какой-то сопровождающий тогда была поставлена цель что раз мы не попадем на футбол мы мы попадем коронально мы с ним либо пообщаемся либо пообнимаемся по фотографии то есть была цель я пыталась узнать в каком отеле будут футболисты к сожалению тоже очень сложно искала в букингах самые дорогие отели самые лучшие отели в смотрела в какие числа забит отель или не забит а могут ли быть там футболисты они могут быть потом большое спасибо хорошим знакомым они сказали нам в каком отеле будут заселены футболисты и то есть 15 сентября мы были уже в кишиневе 10 утра анжела был уже с моим супругом возле отеля там уже стояло очень много болельщиков они просто погуляли и разведали обстановку ну и где-то с часов где-то в к двум мы уже подъехали и все и вот с двух ровно до шести анжела стоял на ногах людей было очень очень и очень много все кричали все шумели с анжелой естественно был разговор очень долгий потому что сначала у ребенка был страх то есть как как мама но вот я хочу спросить анжела как ты готовился к этой встрече зная о том что твой кумир буквально ну не в нескольких шагах от тебя вот что ты ожидал от этого как ты как тебе дались эти минуты ожидания от это время сначала было страшно стрёмненько потом было чуть получше было я такой ну все будет легко я проберусь потом когда все игроки выходили у меня уже сильно страх был я такой блин уже надо идти я сразу когда рональдо вышел я побежал такой страх был что заплакал от радости ну там даже есть кадры мы сейчас посмотрим где охранник тебя просто схватил за руку когда охранник схватила себя за руку ты не подумал о том что все вот он передо мной а я его не увижу потому что меня держит другой большой дядя или ты сначала когда меня уже схватили у меня не было страх у меня уже я уже весь злой был все иди несмотря ни на что прорвался просто у нас еще был разговор о том что я его предупредила что будут охраны и и будет очень много и охрана никогда не позволит себе пройти будь к этому готов я ему также сказала что я тебе разрешаю кусаться драться я тебе разрешаю делать может быть мне достанется но тебе точно не достанется он знал что и мы знали что рональдо очень любит детей он никогда в жизни не толкнет ребенка просто очень важно было попасть в секунду чтобы глаза они встретились глазами вот это вот было очень важно и вот действительно нам наверное очень повезло в момент они действительно столкнулись глазами и все то есть когда уже рональдо увидел его уже позволил уже знали что да он уже позволит ну и анжела знал что можно драться можно кусаться не важно что ты мяч рональдо ворота бежишь летишь как хочешь потому что такого шанса может больше не быть у вас чувствуется такой спортивный дух вы его сама спортсменка и и и сына воспитали вот в таком духе что надо обязательно сделать все может быть даже невозможное возможным ну а по-другому быть не может в спорте по крайней мере по-другому быть не может поэтому ну анжело анжело уже знает он уже готов к этому то что спорт это так это труд и и даже где-то как сказать где-то самопожертвование где-то что-то не он к этому готов и он это знает мы уже несколько лет наш день рождения не справляем наш день потому что у нас футбол и к сожалению нам да нам мы все наши праздники какие-то важные моменты мы всегда все передвигаем потому что у нас сначала футбол потом все остальное мы на улице не весной когда тепло например дети все играют анжело идет на тренировку давайте мы вместе посмотрим эту встречу и потом продолжим программу давайте субтитры динамом а а а а а Субтитры делал DimaTorzok 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 Ты понимаешь? Здорово? Да, за наш акцент русский, простите, у нас просто тяжело с русским немножко Все хорошо Ну и дальше, как получилось? Как вы прошли все-таки? Мы прошли на матч, там было тоже телевидение, там Анжела дал небольшое интервью Мы подошли, там были отдельные дорожки, где можно, с секьюрити Ну и я объяснила, так и так у нас один билет И я бы очень хотела хотя бы, чтобы ребенок попал Я в принципе могла бы подождать, как это можно сделать Сказали, да, мы сейчас позовем администратора Я также сказала, у нас произошло вот такое вот чудо Подпись Рональда, объятие И когда уже подошел администратор, естественно, он это все увидел И сказал, только из-за того, что он очень маленький И он сможет уместиться у вас на коленях, я вас отпускаю То есть и нас пропустили И только из-за того, что Рональда ждет его на матче Пропустили, да? Нас пропустили, и нам удалось увидеть весь матч Ну и какие впечатления от матча, пожалуйста, Анжела? Какие впечатления? Ты же живем все это видел Ну мне очень понравилось Мне было, ну вообще, я думаю, это правда Я сам себе не верил Я думала, может быть, это сон Я себе щипал, я все делал, чтобы понять, это сон, либо нет Потом думаю, а нет, это может быть не сон Это я, это я, да? Потом думаю, ну да, это не я, если больно Потом смотрю, он хорошо играет Ну, хочу сказать, Камрадский тоже, они хорошо играли Тираспольские, да Да, очень сильные игроки, достойные Окей, отлично Ну, что, что пожелаете сами себе? То есть, какой у вас дальнейший путь? Все-таки больше акцент на футбол или на дзюдо? И, может быть, эта встреча как-то изменила, Анжела? Эта встреча как-то, может, изменила твое мировоззрение детское? То есть, или ты также будешь идти по двум видам спорта и развиваться? Ну, я пока буду идти по дзюдо тоже По футболу я навсегда буду Ну, дзюдо буду Ну, не знаю, когда уже в клуб должен переходить, уже брошу, потому что мне уже надо в другую команду Мне надо в клуб, где уже в другой стране Он уже планирует переезд А ты уже планируешь переезд сам, да? Да, он уже планирует, что он будет играть в Европе за другой клуб Он хочет, обязательно хочет попасть в клуб спортинг Откуда начинал Рональда У него мечты пошагово, спокойно Ну, замечательно Я думаю, что ты, конечно, удивил Я уверена, ты удивил и взрослых Вот этим вот своим таким прорывом к твоей мечте И, конечно же, твоих сверстников Как ребята тебя спрашивали, твои друзья, твои знакомые Ну, как это прошло? Ну, как эта встреча произошла? Ну, все говорили, это ты, это ты А может быть, это не ты Я показываю, что у меня в телефоне, да? Это я Показываю свою футболку, да? Знаменитую уже Ну, я в школу не нес футболку Не нес? Что все там осталось Но видео ваше набрало невероятное количество просмотров Поэтому я думаю, что и знакомые, и друзья Увидели и убедились, что это именно ты Ну, что я Очень приятно, что есть такая замечательная мама Которая, несмотря ни на что, сделает все возможное, чтобы воплотить желание своего ребенка Это дорогого стоит Анжела, что бы ты сказала своей маме? Ведь благодаря родителям это все произошло Сейчас что бы ты сказала? Ну, я сказала бы спасибо, потому что она мне все сделала Она уже ночью, суток уже не спала и все делала за меня А билет пробовала Она нажимала, нажимала Там было два пустых билета И только получилось один билет почему-то Ну, даже один билет спас ситуацию И вы попали на твой заветный матч Что вы желаете своему ребенку в дальнейшем? Только идти вперед Потому что эта встреча, я уверена, что она не была зря То есть это все Я считаю, что это все знак И большой знак Это судьба И не сдаваться Анжелу вперед Вот как ты добежал до Рональда Чтобы каждый раз ты добегал к своим победам И только вперед Работать, работать и еще раз работать И все получится Нет, ничего невозможного После этого дня я поняла, что ничего нет невозможного Все можно, всего добиться и все можно сделать Здорово Я тоже тебя поздравляю Вообще поздравляю тем, что ты занимаешься спортом Очень увлеченно, очень интенсивно идешь к своей мечте Пусть твои мечты обязательно сбудутся Ваши мечты пусть обязательно материализуются И я уверена, что у нас сегодня сидит будущая звезда футбола Я думаю, что мы с тобой еще встретимся И может быть не только в этой студии Очень рады твоим успехам Очень рады, что у нас есть такая замечательная молодежь Говорят, что детские мечты подсказывают людям И их предназначение в жизни Те, кто воплощает их в жизнь Добиваются успеха и чувствуют себя счастливыми людьми Спасибо вам большое Будьте счастливы И прекрасного вам доброго дня сегодня Спасибо большое Спасибо Спасибо.